Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня постараюсь также в этом ролике ответить на ваши вопросы. И в этом ролике мы также продолжаем огромную серию вот этих роликов на моем канале о препаратах, которые улучшают мозговое кровообращение и периферическое кровообращение. Это вазодилататоры, то есть сосудорасширяющие препараты. Препараты, которые влияют на блокируют, получается, альфа-1 и альфа-2 адренорецепторы, производные исправлений с добавлением кофеина. В этом ролике расскажу о специфике этой группы, поделюсь таким определенным опытом работы с этой группой, скажу, в чем вот эти вот нюансы, особенности, и определим такую значимость, значимость этой группы. Уже выпускал ролик на эту тему, уже рассказывал о этой группе, но здесь есть немножко специфика в том, что, получается, добавляется сам кофеин. И уже само лекарство имеет немножко другие характеристики. Поэтому вот также это лекарство обладает таким дофаминергическим, сертонинергическим действием, также хорошо улучшает циркуляцию кровоснабжения головного мозга, устойчивость головного мозга к гипоксии, к нехватке кислорода, также отлично справляется, получается, с процессами вот этой ишнизации клеток, уменьшает агрегацию, то есть вот это склеивание клеточек крови, таких как тромбоциты, эритроциты. Это тоже влияет на функциональные свойства крови. Поэтому, если вот эти нарушения присутствуют, следовательно, уже хуже циркулирует кровь, меньше клеточки головного мозга получают кислород и питательные вещества, и это все отражается на нашем состоянии. То есть потихонечку вот эти микронарушения приводят уже к определенной такой хорошей патологии. Уменьшается проницаемость стенки сосудов. Также увеличивается количество вот этих вот функциональных, хороших капилляров, то есть вот этих вот мелких-мелких, которые именно и участвуют вот в этой микроциркуляции. И вот в последнее время огромное количество исследований на эту тему и очень активно обращают внимание на эти проблемы. Улучшается кровоснабжение не только головного мозга, но и получается периферической всей нашей системы органов. Поэтому это улучшение кровообращения и тех же нижних конечностей. А как правило, вот за этими группами определенный такой стереотип о том, что это только препараты для головного мозга, для профилактики инсультов, для улучшения памяти. Нет, на самом-то деле получается это улучшение кровоснабжения в целом нашему организму. И не только получается вот эта его центральная нервная система, но и другим органам и системам. И в том числе и сердцу, и почкам, и другим-другим органам. Добавлен кофеин. Почему кофеин? Потому что это такой вот стимулятор, психостимулятор. Это аналептический такой вот эффект дополнительный. Это получается стимуляция возбуждения коры головного мозга. Это устойчивость дополнительно, благодаря кофеину, к таким вот нагрузкам, каким-то стрессовым возбуждениям. И также кофеин влияет еще и на дыхательные центры. И что еще на что влияет? На сосудодвигательные, получается, центры. Это тоже немаловажно. И, кстати, тоже вспомнил, конечно же, кофеин обладает таким мочегонным действием. Об этом тоже не стоит забывать. Поэтому тут вот бывают такие нюансы, дополнительная симптоматика, на которую вы можете жаловаться. И кто не знает, даже во внимание не принимает эту группу, а на самом-то деле там же кофеин. Поэтому это тоже вот такое вот не раз встречалось уже в практике. Когда показаны все церебровоскулярные нарушения, любая этиология, то есть это вот те сосудистые нарушения, которые приводят к головокружениям, к снижению, к ухудшению памяти, концентрации внимания, проблемами со сном, шум в ушах и куче другой-другой симптоматики. В том числе все изменения, на которые влияет атеросклероз. Поэтому это тоже немаловажно. Болезнь Миньера – это тоже одно из показаний. В чем специфика? Здесь уже эта группа будет вызывать такую вот тахикардию. Тоже может влиять на дополнительные снижения артериального давления. Поэтому будьте внимательны при сочетании с препаратами от давления. Редко аллергическая реакция, но бывает. Иногда бывает непереносимость, головная боль, противопоказана. Этот препарат такой вот узкой группе, у кого есть пороки клапанов сердца. Также к беременным нельзя, тем, кто кормит грудью, нельзя. В чем специфика? В чем преимущество? В том, что получается, в меньшей степени уже вот такие сочетания именно влияет на снижение давления. То есть не так, как, например, та первая группа чистых, получается, альфа-1, альфа-2, адреноблокаторов, которые тоже производны из парадии, но без добавления того же, получается, кофеина. Так, ну, соответственно, нельзя натощак, натощак, и не рекомендую, что первую группу, что вторую группу в целом, но вторую в особенности перед сном, потому что такой вот возбуждающий тот же эффект не позволит вам заснуть, поэтому будьте внимательны. Очень часто назначаются вот такие стимулирующие препараты перед сном, а пациент жалуется на нарушение сна, а возрастная категория у нас вообще мало спит, поэтому у них проблемы со сном. Надеюсь, у меня кратко получилось ответить на ваш вопрос, вы можете дополнить меня ниже в комментариях под видео. Огромная просьба, давайте совместными такими усилиями, как наберет этот ролик, более 20-30 лайков, я, соответственно, в ближайшее время отвечу еще на один вопрос, и тоже, получается, поделюсь им на канале. Ставьте лайк, делитесь этим роликом в социальных сетях, может быть, этот ролик будет болезнен не только вам, но и вашим близким. Поддержите канал, и, пожалуйста, подпишитесь на канал, потому что аудитория огромная, а по статистике, отслеживая статистику, почти 90% не подписаны. Для того, чтобы получать уведомления, для того, чтобы быть в курсе, подпишитесь. Всем пока, встретимся в следующем ролике.